Я приветствую каждого, кто присоединился сейчас к нашей трансляции через телеканал ТБН. А слава Господу драгоценные. Все, что здесь звучит, все, о чем мы говорим, написано в Святом Слове Божьем, в Библии. И мы не говорим ничего, что там не написано, а нам и не надо, по большому счету, должен вам сказать, в нашей жизни чего-то, чтобы там не было написано. Абсолютно все, что нужно для успешной жизни, есть в Святом Писании. Поэтому каждое богослужение мы используем не на то, чтобы придумать что-то новое, а на то, чтобы напомнить, что уже написано, что уже Дух Божий сказал, обращаясь к нам, к людям. Точно так же, как в Ветхом Завете, цель пророков была не в том, чтобы впечатлить народ Божий чем-то новеньким, а в том, чтобы вернуть их на те истины, которые уже прописаны были Богом в Божьем законе, который он дал через Моисея. И пророки постоянно, постоянно ворачивали народ Божий на эти истины, а народ Божий по каким-то причинам увлекался все время какими-то другими ценностями и шел на поводу каких-то языческих народов. Точно так же сегодня. Я знаю, что мир увлекает постоянно в какие-то свои привилегии, ценности, как будто что-то важное, то, что они показывают. И наша цель, наша задача не только с кафедры, но и в жизни по отношению друг к другу напоминать нам те ценности, которые написаны уже в Святом Божьем Слове. Те заповеди, о которых говорил наш Господь Иисус Христос. Потому что, держась этих заповедей, мы, не уклоняясь в сторону, мы придем в ту вечную жизнь, которую Бог приготовил для нас. В те победы, которые Он приготовил для нас. В ту радость, уже здесь на земле, которая принадлежит как обетование, как обещание от Бога для каждого, кто будет верить Ему. На этой и на прошлой неделе мы с братьями достаточно часто говорили, размышляя о том, что же такое царственное священство. О чем говорил апостол Петр в своем первом послании, во второй главе, с 9 стиха, он обращается к верующим людям. Чуть выше, если вы прочитаете, то увидите, что он обращается к верующим в Иисуса Христа. И он говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, апостол Петр утверждает, обращаясь к верующим людям, а значит к нам с вами, что мы царственное священство. Я не знаю, насколько глубоко вы задумывались над этим словосочетанием, но оно по-человечески не очень-то, ну, логичное, я бы сказал. Потому что какая ассоциация вам приходит на ум, когда вы слышите слово «царь»? Ну, я догадываюсь, что, скорее всего, вы представляете себе сразу власть. Царь – это представитель власти, это человек, который наделен определенной властью, у него есть какие-то особенные возможности, у него есть какие-то особенные привилегии, и он что-то может, то, чего другим не позволено. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что первое, что приходит на ум при слове «царь» – это власть. А что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «священник»? Ну, лично мне приходит сразу слово «служение». Служение. Священник, скорее всего, это тот, который служит. Но на самом деле он и призван служить, он призван поворачивать людей к Богу, он призван приносить жертвы определенные. Значит, ну, я имею в виду еще в Ветхом Завете священники, они были часто просто в крови, с головы до ног, потому что они разделывали туши этих животных, которые приносили в жертву, они их заколали, они их посвящали Богу, они там молились. Здесь это был очень непростой труд. Поэтому, когда я слышу «священство», то передо мной сразу возникает образ служителя, который трудится, который служит. А здесь апостол Петр говорит, вы – царственное священство, вы – цари и священники. И об этом мы размышляли. Интересно, как это так? Я думаю, неудивительно, что церковь отделена от государства, потому что, наверное, эти понятия какое-то время пытались свести, но они не сводятся, потому что люди разделяют. Ну, есть власть – это власть, а есть служение – это служение. Иисус однажды поднимал этот же вопрос и спрашивает у своих учеников, кто больше – возлежащий или служащий? Я думаю, видя вопрос в их глазах, как бы Иисус-то о чем, неужели непонятно? Ну, понятно, кто лежит, кто отдает распоряжение, тот и больше. Он говорит, а я посреди вас, как служащий. Ни у кого не возникал вопрос, кто такой Иисус? Он на самом деле не слуга вроде, он ведь царь. Он говорит, вы называете меня царем и господином, и правильно делаете. Но в то же время он говорит, я показываю вам пример, как надо служить. Так вот, интересно, та же самая мысль повторяется в книге Откровения. Она на самом деле повторяется на протяжении всего Нового Завета. И апостол Павел говорит, может быть, другими словами, но он нередко повторяет ту же самую мысль, что ваше призвание быть царями и священниками. Так вот, следующее местописание – это Откровение, книга Откровения, первая глава. И там апостол Иоанн, он передает послание от Иисуса Христа семи церквям. И он представляет Иисуса Христа, от имени которого он говорит и собирается говорить. И он говорит ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Апостол Иоанн, получивший Откровения от самого Господа, начинает говорить, передавать эти Откровения семи церквям. И то, что он отмечает, он отмечает, что Иисус Христос сделал нас царями и священниками. И вот ценность этого словосочетания в моих глазах уже растет, потому что я понимаю, что Иоанн что-нибудь второстепенное не будет упоминать, когда речь идет об Откровении, когда речь идет о вечности, речь идет о тех словах, которые Иисус Христос, воскресший из мертвых, говорил в жизнь церквей. И следующее место писания в этой же книге Откровения в пятой главе. И там мы видим, как 24 старца, которые окружают Божий престол, которые находятся вместе с четырьмя какими-то удивительными животными, у которых и глаза кругом, и крылья, и которые вот просто здесь на земле таких не бывает. Придем на небо как-нибудь увидим. И вот эта удивительная компания, они восклицают, они поют новую песню Иисусу и говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею, и скупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Итак, мы теперь переносимся с земли на небо, и мы видим, как апостол Иоанн описывает эту удивительную картину, которую видят там на небесах. И речь идет уже не о тех, которые на земле, а тех, которые уже в вечности, они представители Божьего народа там на небесах, эти удивительные животные, небожители, и они восклицают Богу, они воздают почести Иисусу Христу, и в чем же эти почести? И они подчеркивают, ты сделал нас царями и священниками. Уж там точно никто не стал бы говорить о какой-то второстепенной вещи. Вот вы представляете, они бы пели, Господи, так круто было на земле, и ты дал нам построить огромный дом. А другие бы пели, да, Он такой великий пролил свою кровь, и Он помог мне жить здоровым постоянно и ни в чем не нуждаться. А третьи бы восклицали и говорили, да, да, Он великий, Он пролил свою кровь, и поэтому бизнес у меня процветал всегда лучше, чем у всех других. Мы ничего этого не видим, хотя по-человечески, наверное, кто-то поспорил бы, какие ценности больше. Что значит быть царем и священником? Что это такое здесь на земле? Даже не все понятно. Но вот какие ценности ты только что перечислил? Быть здоровым, иметь хороший бизнес, быть обеспеченным, успешным на земле. Вот это да, то, что там на небесах будет, может быть, не до конца понятно. Но эти небожители, отмечая самое важное, что они теперь видят с высоты неба, не с высоты этих приземленной земли, а с высоты неба. И они говорят, ты сделал нас царями и священниками. И последнее местописание, которое в этом контексте прочитаю, в этой же книге Откровения, в 20 главе, и теперь написано так, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Мне кажется, здесь надо медленнее читать, потому что это неудобно вразумительное, да, что такое смерть первая. Еще что, смерть вторая есть, мы думали, все, конец. Здесь говорится о том, что, по всей видимости, смерть первая не такая уж и большая проблема. Вот над ними вторая смерть не имеет власти, но в противовес этому они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Удивительно, просто удивительно, как эта ценность, она везде показана. И я думаю, что нам стоит задуматься, что же значит быть царями и священниками. Ну, несмотря на то, что так много об этом написано в Новом Завете, впервые об этом было сказано еще далеко в Ветхом Завете, когда народ израильский вышел из рабства. Они были там несколько сотен лет в этом рабстве. По всей видимости, там не осталось уже ни одного человека, который бы, ну, понимал, что такое жить в свободе вообще, быть свободным человеком. Они несколько сотен лет прожили в рабстве. И вот Бог их через Моисея выводит из этого рабства. Они идут в пустыню, они подходят потом к горе Синай. И там, на этой горе Синай, Бог начинает говорить с Моисеем. Мне кажется, народ еще не успел даже понять, где они, что с ними. Они еще не могут до конца оценить свое новое положение. Они были рабами. Они думали только о том, как выжить, как спасти себя, как спасти своих детей. Там был такой закон, что каждого ребенка, мужского пола, который рождался, еврейский ребенок в Египте, его нужно было просто умертвить. Потому что такое повеление вышло от фараона. Он боялся, что народ израильский слишком разрастется, слишком много будет иметь силы, и тогда у них могут быть проблемы. Поэтому было приказание, чтобы умертвлять. Так вот, они привыкли жить в этом страхе. А не погибнет ли мой ребенок? А выживем ли мы? А что будет? А какую работу завтра нас заставят делать? И они привыкли жить в этом рабстве. И вот они свободны. Что это такое вообще? Они идут по пустыне. И, во-первых, я думаю, сравнивают, каково здесь и каково там. Так, там был чеснок, там было мясо с водой. И здесь как у нас в пустыне смотрят по-человечески. Не поймут, зачем нас сюда вывел вообще, Моисей? Потому что, ну, как-то сложно здесь все. Они не могут оценить даже, зачем Бог вывел их из этого рабства. Продолжают смотреть по-человечески. И вот Моисей, представитель Божьего народа, поднимается на гору Синай, и Бог начинает разговаривать с ним. И что же Бог говорит Моисею? Я думаю, что в этих словах он выразил саму суть, для чего он вообще вывел свой народ из рабства. Итак, книга «Исход», 19 глава, 3 стих. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Кто из вас помнит этот удивительный полет на орлиных крыльях, когда Бог спас вас, когда Бог вывел вас из вашего рабства греховного? Кто из вас помнит эти удивительные события, которые Бог сделал в вашей жизни? Может быть, кто-то вспомнит, как Бог разобрался с вашим великим долгом, неоплаченным, и вы не могли вообще поверить, правда? Банк простил меня? Серьезно? Этот кредитор отпустил меня? На самом деле, Боже, это чудо какое-то! Может быть, кто-то вспомнит, как в дом пришел мир. После многих-многих лет войны между супругами пришел мир. Может быть, кто-то вспомнит, как радость появилась в доме после долгого времени распри и всяких войн. Может быть, кто-то еще что-то вспомнит, как Бог разобрался с вашей болезнью, и вы не представляли, что можете быть здоровы, но вот вы обратились к Господу, и Он сверг власть этой болезни. И вы поняли, вы свободны, вы исцелены. Подобным образом, как Бог говорит, посмотри, ты видел, ты же знаешь, что Я сделал с этим рабством, которое было в твоей жизни. И вторую вещь, которую Он просит, чтобы они видели и помнили, это как Он носил нас, как на орлиных крыльях. Какой удивительный полет этот был, как здорово было, как дышалось легко, какой взгляд у нас был, как с высоты орлиного полета. Господи! Да все эти проблемы, это же такие мелочи! Я думаю, не случайно Бог именно этот образ сказал, и Он говорит, вы видели, как Я носил вас? Вы видели, что Я сделал с этим фараоном, со всем войском, со всем этим рабством, и ты видел, какое ощущение у тебя было, какой взгляд у тебя новый появился на жизнь. Я думаю, это то, что Бог хотел, чтобы в народе навсегда запечатлилось. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля вся, а вы будете у меня царственным священством и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Удивительно! Бог впервые в Ветхом Завете еще, как только вывел свой народ из рабства, Он показывает им их призвание. Их призвание было в том, чтобы стать частью Божьей жизни, чтобы стать Божьим уделом. Он говорит, вы будете моей частью. Я буду с вами. Вы будете, не будете больше сами по себе. Я буду всегда с вами. Вы будете моим уделом. И дальше, вы будете моими представителями среди всех народов. Вы будете царственным священством. Вы будете священством. Вы будете царством священников. Я думаю, что вряд ли они, наверное, много понимали, о чем Бог говорит. Потому что они еще только из рабства с этого вышли. Верю, что сегодня мы сможем понять намного больше. Потому что Бог вывел евреев с конкретной целью. Он вывел их, чтобы сделать их своим народом. И чтобы они были его представителями среди всех-всех народов. И на самом деле, если мы посмотрим в самое начало, как образовался этот народ, то увидим, что еще к Аврааму Бог имел то же самое призвание. Посмотрите. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог избрал человека, чтобы сделать через него, создать особенный народ. который будет благословен, который будет частью Бога. Но на этом не все. У этого народа с самого начала было великое призвание, чтобы быть благословением, чтобы быть благословением для всех народов, для всей земли, для всех племен, для всех языков. Это было призвание для израильского народа. Каким образом вы скажете, это могло произойти? И евреи, скорее всего, задавались этим же вопросом, и ответ прямо здесь. Бог говорит, что если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой, то будете всем тем, кем вы должны быть. Одно условие. Если вы будете слушаться голоса Моего и соблюдать завет Мой, если вы будете слушаться Меня, если вы будете соблюдать Мой завет, если вы будете в единстве со Мной, то вы сможете быть моей частью и сможете быть благословением для всех людей. Получается, что Бог хотел, чтобы этот народ был всегда в единстве с Ним, и в результате у них было бы все хорошо. Они были бы богатейшим народом. Вы знаете, Авраам был богатейшим человеком. У них был успех. Бог там в других местах Писания говорил, что я защищу вас. Никто не сможет прикоснуться к вам, касающийся вас, когда как будто касается зеницы ока Моего. Никто не сможет противостать вам. Вы сможете пройти через любые испытания. У вас все получится. Вы будете просто светом для всех народов. В результате, я думаю, я вижу так, что Бог хотел, чтобы все языческие народы, глядя на этот удивительный народ, задавались бы вопросом, как же так? Мы тут со стенами крепостными, мы тут с конями, с войсками, и не можем себя защитить так, как защищен этот народ. Как же так? Мы тут возделываем землю, мы тут стараемся торговлей заниматься, но у нас нет столько возможностей, сколько у этого народа. Он совершенным образом защищен, он совершенным образом обеспечен. Что же с ним такое особенное? Почему он так отличается от всех народов? Я думаю, Бог хотел, чтобы эти вопросы возникали у всех языческих народов, и чтобы они находили ответ в том, что да, вся суть этого народа в том, что они с Богом, весь смысл в их Боге, который всемогущий, который щедрый, который самый сильный, который обеспечитель, который защита. И в результате Бог хотел, чтобы все люди на этой земле увидели Бога таким, какой Он есть, и через это откровение смогли прийти и поклониться Богу. Бог так хотел вернуть себе всех людей всегда, Бог так хотел спасти каждого человека, Бог так хотел, чтобы не один народ стал его уделом, а чтобы все люди прозрели и поняли, что не князь этого мира, сатана, он все это, значит, имеет власть, но что Бог настоящий, с Которой сотворил небо и землю, имеет совершенную власть и царство на этой земле и в вечности. Как вы думаете, получилось у евреев выполнить свою задачу и быть светом для всех языческих народов? Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Я думаю, что, конечно, нет. Потому что к тому времени, когда Иисус Христос пришел на эту землю, они были полностью сфокусированы на себе, на своих проблемах, и им дела не было ни до каких языческих народов. А если и было, то только для того, чтобы освободиться от того рабства, в котором они оказались. Хотя у некоторых представителей этого народа получалось, у тех, которые жили в единстве с Богом, которые молились Ему, у них получалось все-таки исполнять это призвание. Ну, например, Даниил, 6 глава, 25 стих. Послушайте. Даниил был при дворе. Он был частью еврейского народа, но когда, значит, еврейский народ захватили в рабство, то Даниил удостоился чести быть на достаточно высокой позиции, потому что те цари, которые захватывали в рабство евреев, они как-то отмечали, что что-то особенное есть в этом человеке. И вот был такой царь Дарий, который там хвастался, который, значит, себя пиарил там всяким образом. И случилось так, что Даниила бросили в ров львиной, потому что, значит, там слуги окружения этого Дария, они вот придумали такой способ, чтобы опорочить этого служителя Божьего. И потом, вы знаете эту историю прекрасно, Бог спас этого, спас Даниила от львов. И вот после этого события, что Дарий говорит. После этого царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущный. И царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Царь прозрел и сдает указ, чтобы все почитали и служили Богу Даниила, настоящему Богу. А в четвертой главе вы можете прочитать другую историю с 31 стиха. Там царь Навуходоносор, и он там хвастался тем, как он построил Вавилон величественный. И вы знаете, что Бог сделал так, что он превратился как будто в зверя, который ползал на четвереньках и ел траву. Но после того, что с ним произошло, он все-таки поднял голову на небо и воздал славу Богу. И здесь написано, по окончании же дней тех, когда он был как зверь, когда Бог смирил его, просто отнял у него разум, и он был как зверь, просто жевал траву и ходил на четвереньках. Царь, который величался. После окончания же дней тех, Ян Навуходоносор, это он сам говорит, «Возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его, и сказать ему, «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой. И я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Друзья мои, это слова языческого царя, который через Даниила, через его пророчество, через то, как Бог действовал, он вдруг прозрел. И он говорит о Боге, который имеет власть и на земле, и в воинстве небесном, и на небе, и который единственный достойный. В этом было призвание еврейского народа, чтобы быть светом этому миру и всем людям рассказать о живом Боге. Да, видя историю, видя все, что произошло, мы понимаем, что они не особо-то справились с этим народом, пока не пришел Иисус Христос. И вот приходит Сын Божий, представитель неба, родившийся, как обычный человек. И вспомните, что предъявляли евреи, предъявляли фарисеи, книжники Иисусу Христу больше всего. Я думаю, вы согласитесь, они предъявляли Ему, что Он называл Себя Сыном Божьим, хотя не так часто-то Он и называл Себя Сыном Божьим. Они предъявляли Ему, что Он претендует быть царем. Они притащили Его потом к Пилату и говорили, Он называет Себя царем. Он называет Себя царем. Это тот вопрос, который задал Понтипилат Иисусу. Ты царь иудейский? Интересно, что Иисус нигде не кричал, что Он царь, нигде не говорил, что Он имеет особенную какую-то власть, но люди, которые окружали Его, постоянно это видели и задавали вопросом, откуда у тебя такая власть и силы? Ты даже не учился, не закончил ни какое-то высшее учебное заведение. Откуда ты родился в семье обычного плотника? Откуда у тебя все это? Иисус не пиарил себя, но все признавали, что Он имеет эту власть, что Он является царем. Откуда у тебя все это? Интересно. Иисус пришел с той властью, которую не надо пиарить, но которая абсолютно всем видна. В то же время Писание говорит, что Он первосвященник наш. Писание говорит, что Он принес Себя самого в жертву за наши грехи. Он пришел к Богу с совершенной жертвой, со своей кровью святой. Он был стопроцентно царем, и Он был стопроцентным процентным священником. Он был первым, кто смог быть царем и священником. Именно в том смысле, в котором Бог хотел, чтобы Его представители на этой земле имели эту власть. А теперь вопрос к нам, дорогие братья и сестры. Мы теперь народ Божий. Мы теперь этот род избранный, о котором говорит апостол Петр. Мы теперь это царственное священство, и Бог говорит, вы теперь царственное священство. Народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда вы не были народом, вы были представители всяких разных народов на этой земле, а ныне вы народ Божий. Некогда вы были непомилованными, а теперь вы помилованы. дорогие, сегодня та задача, которую Бог ставил перед евреями, сегодня та же задача на Его народе. И Бог называет нас царями, и это правда. И Бог называет нас своими детьми, и Он говорит, что у нас будет власть точно такая же, как у Него. И Он говорил, что если Меня слушались, то и вас будут слушаться, я передаю вам эту власть, власть наступать на змей и скорпионов, власть, чтобы изгонять бесов, власть, чтобы исцелять больных, власть, чтобы быть ответственными за свою жизнь. Бог говорит, что Он дает нам ту же самую власть, Он дает нам те привилегии, о которых только помечтать можно. Однажды Иисус сказал Своим ученикам, что вы сделаете больше даже того, что Я сделал. Такое чувство, что Он, как Илья, передавал двойное помазание Елисею, так Он передает это особенное помазание церкви. И Он говорит, вы сделаете намного больше. Я даю вам совершенную власть, чтобы вы могли справиться с любым искушением в своей жизни, чтобы вы могли сделать чудо на этой земле, чтобы вы могли, как Он говорит, быть моими представителями и возвещать совершенство Божье. Вот наше призвание с вами быть в единстве с Богом и являть совершенство призвавшего нас, являть Его силу, являть Его любовь. Он так много нам дал. Он дал нам свою любовь, Он дал нам веру, Он дал нам силы будущего века, с помощью которых Он исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Сегодня эта власть есть у церкви. Сегодня мы призваны даже это делать. В это время, когда так много трудностей, болезней, эти тупиковые какие-то ситуации, пандемия, на нас с вами есть великое призвание возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет, который дал нам эту власть и силы. У нас есть то, что нам необходимо абсолютно в избытке. Вопрос только, готовы ли мы стать теми священниками, о которых Бог мечтал, что они будут на этой земле, что они будут принадлежать Ему, что они будут Его уделом, и в то же время они будут этим светом для всех окружающих людей. Мне кажется, что стать царем, мне кажется, принять привилегии, это очень многие готовы, но я обращаю внимание, что так немного тех людей, которые соглашаются стать священниками для людей на этой земле. Мне кажется, порой христиане находятся в такой позиции, что готовы принять все благословения, привилегии, силу, власть, и потом сосредоточить это все на себе. И даже если хвалиться Господом, то хвалиться тем, как Он действует в твоей жизни. Дорогие друзья, но от самого начала, еще с Ветхого Завета, еще по отношению к евреям, а тем более сегодня, к Его избранному народу, к церкви, у Бога есть особенная задача, быть не только царями, ходить не только в тех привилегиях, которые Бог нам дал, но быть представителями Его для всех окружающих, быть сфокусированными не на том рабстве, в котором мы иногда оказываемся, как будто в рабстве, как будто в окружении этих оков, как будто в тюрьме какой-то, в пандемии, в каких-то сложностях, но Бог хочет, чтобы мы подняли голову сегодня, точно так же возможно, как этот Навухадоносор, который был как зверь, мне так не хочется проводить эту аналогию, но мне кажется, мы иногда тоже просто сфокусированы вот на этой земле, чтобы где есть, где пить, во что одеться и так далее, но однажды этот Навухадоносор поднял голову к небу и Бог вернул ему разум. Я молюсь сегодня, чтобы Бог вернул разум своему народу. Я молюсь сегодня о том, чтобы мы прозрели и увидели, что мы не только цари, что мы не только те, которым Бог открыл свои окна небесные и готов давать благословение и благословение и благословение, но невозможно в Царстве Божьем быть царем и не быть священником. Невозможно. Так же, как на земле это непонятно, так же, как на этой земле это парадоксально, и люди представляют, что или ты имеешь власть, или ты служишь. Если ты имеешь власть, то служат тебе. Точно так же на небесах невозможно разделить эти два понятия и сказать я буду царем, я буду только царствовать, я хочу, чтобы только меня слушались, я хочу, чтобы, значит, силы Божьи действовали через меня и при этом быть сфокусированными на себе. Невозможно. Если ты хочешь быть царем, то тогда настройся на то, чтобы быть священником. Бог ставит нас в позицию царей для того, чтобы мы имели власть и силу и способность быть священниками. и служить этим людям, которые окружают нас, которые настолько зациклены на себе, которые озлобленные, которые ходят во тьме, которые в рабстве находятся, которые не представляют даже, каково оно жить в свободе. И чтобы служить этим людям, озлобленным, клеветникам, убийцам, насильникам, блудникам, ворам, убийцам, недостаточно наших человеческих сил. Поэтому Бог готов дать нам все, что необходимо. Но готовы ли мы стать священниками для этих людей? Точно так же, если ты согласишься стать священником, если ты согласишься служить этим людям, которые окружают тебя, то, поверьте, в Божьем Царстве не бывает, чтобы человек имел служение и не имел власти. Об этом даже заботиться не надо. Потому что, как невозможно быть царем и не быть священником в Божьем Царстве, так же невозможно быть священником и не иметь власти, которую дает Бог каждому человеку, который настраивается на то, чтобы служить, настраивается на то, чтобы отдавать свою жизнь. Поэтому Иисус сказал, что если ты сохранишь свою жизнь для себя, ты потеряешь ее. Окна небесные будут для тебя открыты, привилегии вроде все для тебя, Слово Божье для тебя, только почему-то не работает, почему-то не исцеляется, почему-то не приходит благословение. Почему? А может быть потому, что ты не взял вторую ответственность и не стал священником в своем доме по отношению к своим соседям, по отношению с тем, с кем ты работаешь. Господи, дай нам прозреть, открой нам глаза, как ты однажды открыл на выхода на ссору. Дай нам, Господи, верни нам разум, чтобы мы могли видеть, кто ты и кем ты хочешь сделать нас. Для чего ты избрал нас? Для чего ты вывел нас из этого рабства, в котором мы находились, из рабства греховного, где мы даже не представляли, как можно жить в свободе, как можно общаться с тобою, как можно иметь Духа Святого. А сегодня, Господи, нам это открыто, а сегодня мы это имеем. Господь Всемогущий, я молюсь Тебе, чтобы пришло это прозрение, чтобы пришла эта свежесть, Господь, чтобы пришла Твоя власть в церковь, власть, чтобы исцелять больных, власть, чтобы наступать на змеи-скорпионов, власть, чтобы освобождать измученных на свободу. Господи, мы благодарим Тебя за эту власть, которую Ты даешь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин